Привет! Наша сегодняшняя медитация тоже будет посвящена встрече, но уже не со сказочным персонажем, а с другим не менее архетипичным образом, с образом мудреца. Этот архетип близок всем нам в той или иной степени. Мудрец — часть внутреннего мира каждого из нас. Иногда то, что он говорит, те ценные рекомендации, идеи, может быть советы, нужны нам в каких-то конкретных ситуациях по поводу тех или иных событий, наших эмоций, выбора, которые мы совершаем. А иногда он может говорить даже более глобальные вещи по поводу всей нашей жизни, нашей идентичности. И чудесно, что мы можем отправиться на целенаправленную встречу к нему, пообщаться, рассказать о чем-то, что для нас важно, задать ему вопросы и услышать его ответы. Итак, как всегда, занимайте удобное положение. Лучше всего, если вам не нужно будет прикладывать специальных усилий для того, чтобы поддерживать положение своего тела. И позвольте себе расслабиться. Почувствуйте, как ваше тело ощущает себя прямо сейчас. Насколько вы расслаблены, как вы дышите. И вы можете освободить свое дыхание больше, сделать несколько глубоких свободных вдохов и выдохов, не спеша в своем темпе, так, чтобы вы могли расслабляться больше с каждым выдохом. Дайте своему телу растечься по поверхности, почувствовать опору под собой, заметить, как приятно иногда отпустить все напряжение, тоже не спеша в своем темпе, успевая замечать, как состояние меняется. В большинстве случаев люди говорят, что расслабление приятно уже само по себе. И вместе с тем, когда мы расслаблены, мы легче сосредотачиваемся на своем внутреннем мире, и мы можем заметить темный экран перед закрытыми глазами. Экран нашего внутреннего зрения, на котором могут возникать различные образы. Лучше всего, если эти образы будут появляться сами, вы будете, может быть, даже с удивлением и с интересом замечать, что же создало для вас ваше бессознательное, автор наших сновидений, образов, визуализаций. Но если образы не приходят сами, ничего страшного. Вы можете экспериментировать, подбирать, пробовать разные варианты. И когда вы будете готовы, представьте себе, как вы покидаете помещение, в котором находитесь, и отправляетесь в путешествие, замечая, как перед вашим взором разворачиваются пейзажи, разная местность. И вы тоже с интересом можете смотреть, что же там есть, что же вы можете заметить, увидеть, услышать, почувствовать. Куда же приведет вас тропинка под вашими ногами? Где же живет мудрец? Где живет ваш мудрец? Никто не знает. Поэтому остается только идти по тропинке до тех пор, пока она сама не приведет вас к жилищу мудреца. Не торопитесь войти в него. Вы можете для начала рассмотреть его дом или то место, в котором он живет. У кого-нибудь мудрец – это какой-то современный психотерапевт, живущий в современном доме. А у кого-то духовный наставник, отшельник, который живет где-нибудь на природе в совершенно удивительном жилище. Или, может быть, это шаман, чье жилище содержит множество интереснейших предметов. Вы можете заранее подумать, о чем бы вы хотели поговорить с мудрецом, что рассказать ему, о чем его спросить. А можете позволить себе быть максимально спонтанными. Когда вы будете готовы, стучите, и вам откроют. Потому что, конечно же, мудрец уже в курсе, кто к нему пришел. Может быть, даже и в курсе, с чем вы к нему пришли. Будьте вежливы. Познакомьтесь. Поблагодарите, может быть, за то, что вас пригласили на беседу. Интересно, каков ваш мудрец? Как он выглядит? Сколько ему лет? Мужчина – это женщина. А может быть, порой бывает и так, может быть, это даже не человек, а какой-то персонаж. или даже фантастическое создание. Как знать? Но самое главное, что это ваш внутренний мудрец, который был с вами всегда. Который знает обо всех мельчайших деталях вашего жизненного опыта. Знает, что вы чувствовали. Знает о тех идеях и образах, которые приходили вам в голову. Знает о тонкостях вашего поведения, о том, как вы действуете в различных ситуациях. И, конечно же, он знает обо всех важнейших вехах на вашем жизненном пути. О тех местах, которые на вас повлияли. О людях, о событиях, которые сделали вас тем, кем вы есть. Он знает даже ту информацию, которую вы забыли, или, может быть, даже никогда и не сформулировали для себя словами. Поэтому вы можете поднять в разговоре с ним абсолютно любую тему и задать любой вопрос. Возможно, мудрец не захочет вам отвечать. Так тоже бывает. Ведь он знает о том, насколько вы готовы получить прямой и честный ответ на вопрос, который задаете. Иногда бывает так, что время еще не пришло. И тогда нужно будет поблагодарить его за это. И сейчас вы можете пообщаться без моих комментариев, обсуждая все то, что является по-настоящему важным. Если вы чувствуете, что вам нужно больше времени, просто поставьте видео на паузу и побудьте в этом. А когда будете готовы, поблагодарите. Попрощайтесь. До новых встреч. И свободно возвращайтесь в свое состояние. Субтитры создавал DimaTorzok